С добрым утром, друзья! Вы смотрите программу «Кайрлутан». С вами Азамат Ашимов и Анар Рзаева. На календаре понедельник, 27 апреля. А как понедельник встретишь, так неделю и проведёшь. Не знала об этом Азамат? В любом случае, утро надо начинать в хорошем настроении. И мы постараемся сделать его максимально позитивным. В ближайшие 30 минут мы узнаем, что означала война для казахстанских семей. Поздравим с победой танцевальный коллектив из Кустаная. Ознакомимся с программой передач на любимом канале. И встретимся с Русланом Жемковым, руководителем благотворительного проекта «Жемос». Это Кайрлутан. Не переключайтесь. Азамат, грядёт большой праздник, день Великой Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в 1945 году в пригороде Берлина был подписан акт о безоговорочной и полной капитуляции нацистской Германии. И уже в июне на Красной площади в Москве был проведён первый парад Победы. Участников парада подбирали по росту не ниже 170 сантиметров. И по 10 часов в день они репетировали строевую подготовку. Командует парадом маршал Советского Союза Рокоссовской. Парад принимает маршал Советского Союза Жуков. Сегодня парад – это важная часть празднования Дня Великой Победы. Однако с каждым годом остаётся меньше людей, способных рассказать о самом сражении и передать всю мощь пережитых событий следующим поколениям. На телеканале «Хабар» в преддверии Дня Великой Победы стартует многосерийный проект «Моя история войны», в который герои, фронтовики, труженики тыла и все, кто боролся за жизнь, делятся своими воспоминаниями. Свою историю расскажет ветеран Великой Отечественной войны полевой хирург Софья Измайлова. Дня Великой Отечественной войны Врач, полевой хирург София Измайлова уже до начала интервью покорила нашу съёмочную группу своим жизнелюбием и женственностью. Для неё было очень важно, чтобы в кадре она выглядела хорошо и чтобы операторский свет делал её лицо ровнее и моложе. София Измайлова с гордостью признаётся, что ей 96 лет никто не даёт. И благодарит за это своего супруга, который вознёс свою любимую женщину на пьедестал с первых дней знакомства в далёком 1943 году. На фронт молодая София ушла почти сразу после окончания Ташкентского медицинского института. Передавая буквально полкилометра, километр, нам доставляли с полков, с этих, с поля сражения. Медсанбат. 43-й медсанбат. Это 40-я гвардейская дивизия, 3-й украинский фронт. Работали в палатке, где стояло 8 столов и 4 хирурга. От одного стола переходишь к другому. Врачи-хирурги никогда не покидали палатку и под самыми сильными бомбёжками продолжали лечить раненых. Тяжело было смириться с тем, как в бой уходили молодые, здоровые парни, а приносили их на носилках, слабых, раненых. Многие из них от невыносимой боли теряли сознание или впадали в состояние неконтролируемого возбуждения после принятого тяжёлого боя. За 15 минут нужно всё это, ампутацию сделать. Иногда приходилось до 5 литров крови вливать вот этому шокому солдата. Среди этой нечеловеческой бойни, когда смешивались в одно день и ночь, солнце и луна, стирались границы между жизнью и смертью, возникала как будто из пепла её величество любовь. И рождались стихи, музыка, как гимн вечной жизни. Достаточно посмотреть в глаза человеку, даже почувствовать его, и сразу же возникает любовь между ними. Вот так и случилось со мной. Николай Семёнович Есипов, он с тыла, где он снабжал тыловые штабы, захотел на фронт. И приехал в штаб дивизии, в политотделе, капитан, артиллерист он. Он на третий день сказал, я хочу, чтобы вы вышли за меня замуж. За три месяца до победы вернулась София Искаковна домой, рожать первенца. Родился сын 21 марта, вылитый отец. В день он с фронтом мне писал по три письма. На 20-й день после годов стала работать в хирургическом отделении сахарного завода Талдокурненской области. Все эти годы София Искаковна трудилась в отечественном здравоохранении. Внесла немалый вклад в ту неотложку, с которой когда-то начиналась её фронтовая практика. Занималась наукой, изучала сосудистую хирургию, сделала ряд открытий. В свои без малого сто лет София Искаковна полна идей и заряжает ими других. Живите счастливо, радуйтесь сегодняшнему дню. Дорогие друзья, многосерийный проект «Моя история войны» выходит в эфире телеканала «Хабар». Не пропустите. Многие годы он посвятил живописи, но проставался как изобретатель. 27 апреля 1791 году в богатой семье известного географа родился Сэмюэл Финли Брис Морзе. Он изучал искусство в Англии, рисовал портреты, дружил с Джеймсом Феннимором Купером и даже президентом Линкольном. Однако всё изменилось в 1833 году, когда Сэмюэл Морзе целиком и полностью посвятил себя изобретательству телеграфа. Спустя 4 года он развил систему передачи букв точками и тире, ставшей известной во всём мире как код Морзе. 24 мая в 1844 году была послана первая депеша между Вашингтоном и Балтимором. Преимущество нового вида связей вскоре оценили банки, газеты и железные дороги. Следует отметить, что сейчас Морзе высоко оценивают и как художника. А вот я хотела бы рассказать о событии, которое произошло 27 апреля в 1913 году. Именно в этот день начала выходить еженедельная газета «Казах». В редакторскую коллегию издания входили самые яркие личности казахской интеллигенции того времени. Ахмед Байтурсынов, Алихан Букиханов, Муржак Обдулатов. В качестве символа или, как говорят сейчас, логотипа газеты использовалось изображение юрты. Всего было выпущено 265 номеров. Адара, сегодня мы перечислили с тобой столько имен деятелей науки и культуры. Вот так вот отрадно, что мы живем с ними на одной планете. Очень интересно, и ты сейчас выражение использовал, Азамат. Почему? Ну, все дело в том, что в стенах Государственного музея искусств имени Абулхана Костеева сейчас проходит выставка, которая так и называется «Планета людей». Чему она посвящена и кто ее организовал, узнаем прямо сейчас. Выставка под названием «Планета людей» направлена на осмысление и раскрытие человеческого социума через художественный язык. Мир человеческих взаимоотношений и эмоций, наблюдение за жизненными ситуациями предстает в многофигурных композициях через разнообразные виды искусства, живопись и графику, скульптуру и инсталляцию, объекты и перформансы. Наверное, главное, что стремятся сделать авторы, которые участвуют в этой выставке, это найти ответ на этот вопрос, что же из себя представляет планета людей. Это четвертый совместный проект художественной группы «Без названия», которая объединила в себе 10 взрослых состоявшихся художников и авторов, каждый из которых имеет свой взгляд на жизнь, свое художественное видение, свой узнаваемый авторский стиль и почерк. Лилия Познякова – инициатор создания группы «Без названия», ее основной куратор и идейный вдохновитель. В рамках данной выставки она экспонирует многочастную художественную серию «Оркестр», объединившую в себе различные виды искусства. Автор стремится визуальными средствами передать эмоциональную выразительность музыки, соединение монохромной и полноцветной живописи, общих планов и акцентированных фрагментов создает ощущение вплетения сольной партии каждого исполнителя в общее звучание музыкального произведения. Смысловым и композиционным центром становится фигура дирижера, монументальная скульптура, выражающая динамику и экспрессию. Автор словно утверждает, что творчество – это все поглощающая сила, сила, преобразующая человека и мир вокруг. Недаром говорят, что классическая музыка – это голос Бога или ангела. Поэтому для меня это всегда было близким, тем более, что оно настолько откровенно. И когда слушаешь симфоническую музыку, классическую музыку, то действительно душа обнажается, эмоции обнажаются. И это очень созвучно вообще моему пониманию творческого процесса. Чем бы человек ни занимался при своем творении, он обнажается, обнажает свою душу. На выставке можно познакомиться с работами таких известных авторов, как Герман Титов, Ольга Горячкина, Эрлен Исмамбетов, Леонид Зеленский, Наталья Дубова, Марина Ковалева, Георгий Ли, Валерий Попов и Светлана Величко. Новый проект «Десяти ярких творческих индивидуальностей» – это философское проникновение в многослойность бытия, в стремлении познать таинство этого странного и загадочного места под названием «Планета людей». Азамат, тема танцев часто сквозит в наших программах. Особенно приятно говорить о танцевальных конкурсах, в которых казахстанцы держат победу. Да, вот мы с тобой несколько раз упоминали о талантливой третьекласснице Амире Булат. Да, Амира Булат. Действительно, девочка такая молодец, выигрывала не раз. Но сейчас вот на сей раз хочется сказать о большом танцевальном коллективе из Костаная, который недавно одержал победу. А где это была одержана победа? Это было за границей. Но лучше один раз увидеть, так что смотрим сюжет. Гран-при и первое место. С такими результатами вернулся в Костанай танцевальный коллектив «Карнавал». Больше недели ансамбль находился в Европе, где принял участие сразу в двух международных танцевальных фестивалях, которые проходили в Словакии и Чехии. На суд жюри повезли четыре постановки народной хореографии. Корейские розы, турецкий байрам, казахские березки и шаман. Все они имеют сюжетную основу и исполнены под национальную музыку. За 28 лет существования карнавал объехал 17 стран. В репертуаре 70 танцев народов мира. За границу вывозят только лучшие постановки. Хореограф Ольга Красоткина готовила к конкурсу мужской состав. Требования к детям предъявляют высокие. Каждый номер – это большая физическая нагрузка и эмоциональная отдача. Непосредственно мужской состав мы готовили два номера. Это шаман, это чисто мужской номер, стилизованный номер. И совместно с девушками – это турецкий. Требования к детям предъявляют самые высокие. Планку мы эту знаем и видим и по России, и по Европе. Поэтому вот этот уровень нам необходимо было держать. В карнавале занимаются более 600 детей от 6 до 18 лет. На конкурсе в Европе Казахстан представляли 50 человек ансамбля. В их числе и Виктор Удилов. Юный танцор до сих пор под впечатлением от поездки. Мы понимали то, что мы представляем в целом весь Казахстан, когда выходим на сцену. Поэтому очень сильное волнение. И дух соперничества. Гран-при! Ансамбль танца «Карнавал»! Танцевальный фестиваль собрал более 20 лучших коллективов из Восточной Европы, Израиля, Словакии и России. У карнавала – высшие награды. После успешного выступления в Европе ребята продолжают репетиции. Готовятся к новому конкурсу, который пройдет в конце мая в знаменитом международном детском лагере «Артек». Анара, что ты знаешь о Луне в искусстве? Ну, ты знаешь, мне кажется, что образ естественного спутника Земли всегда вдохновлял поэтов, музыкантов, даже хореографов взять хотя бы в эту лунную походку Майкла Джексона. Ученые из команды Виртуального института исследований Солнечной системы НАСА заявили, что знают истинный возраст Луны. Стоит отметить, что исследования продолжались несколько десятилетий. Вывод такой – Луне больше, чем 4 миллиарда лет. О том, что еще нового произошло в мире науки и культуры, мы узнаем из дайджеста зарубежных новостей. Великий голос этой маленькой женщины знают во всем мире. По случаю столетия Эдит Пиаф в центре ее любимого города Парижа открылась выставка личных вещей певицы. Посетители смогут проследить ее жизненный путь от дочери безызвестной актрисы и циркового акробата до величайшей эстрадной дивы, рассказывает куратор проекта. Публика словно погружается во вселенную Пиаф, точнее в ее вселенные, поскольку их было несколько. И мы надеемся, что во время этого путешествия по ее мирам, по мере продвижения по выставке, зрители будут изумляться все больше и больше. Многие личные вещи Эдит Пиаф посетителей увидят впервые. Среди них черное концертное платье, в котором она неизменно выступала много лет. Сколько всего ей довелось пережить и сколького достичь за столь короткий срок. Это поразительно. Мне повезло. Как и Эдит Пиаф, я долго жила на улице Мениль-Монтан. И потому я очень хотела увидеть эту экспозицию. Эдит Пиаф умерла от рака в 1963 году в возрасте 47 лет. Но она до сих пор остается музыкальной иконой для французов, а ее голос – национальным достоянием страны. Армия Ганнибала вновь сражается с непогодой среди альпийских ледников. Правда, на этот раз место карфагенских воинов заняли актеры на снегоходах и мотоциклах. Слоны превратились в бульдозеры, а в качестве полководца выступил режиссер австрийского театра. Среди альпийских склонов на высоте более 3000 метров они показывают спектакль по мотивам исторических событий 3 века до нашей эры. Режиссер шоу Хуберт Лепко говорит, что его постановка не уместилась бы даже в Римском Колизее и пришлось переносить действия в горы. Кто-то может подумать, что самое трудное здесь – это погода. На самом деле сложнее всего скоординировать работу 500 совершенно разных людей из совершенно разных слоев общества, чтобы получилось одно шоу на 67 минут. Помимо профессиональных актеров, исполняющих роли Ганнибала и его приближенных, в масштабной постановке задействованы лыжники, альпинисты, парашютисты и воздушные гимнасты, а также часть персонала, расположенного неподалеку курорта Зёльден. В финале представления с горы сходит настоящая лавина. Правда, это природное явление тщательно спланировано группой опытных пиротехников. Специалисты утверждают, что научились полностью контролировать природную стихию. Доброе утро, друзья! С вами Азамат Ашимов и Анар Розаева. Вы смотрите программу «Кайрлы Тан». И мы рады приветствовать нашего утреннего гостя. Это руководитель благотворительного проекта «Женос» Руслан Женков. Руслан, здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро! Расскажите, пожалуйста, о целях и задачах социально благотворительного проекта «Женос». Все очень просто. Проект создавался как инициатива, которая сейчас поддерживает ветеранов, но поддерживает их следующим образом. Мы видим две ветки развития. Первый путь – это мы ставим перед собой задачу информирования молодого поколения, населения о факте Великой Отечественной войны, о том, какая роль была Казахстана в войне, о том, что казахстанцы делали, о героях. То есть мы даем больше исторической информации. Мы стараемся подавать эту информацию в очень такой, ну, не могу сказать позитивной, скажем так, яркой, сочной форме, чтобы это было в виде инфографики, чтобы это были какие-то ролики. То есть мы пытаемся разговаривать с молодежью и с молодым поколением на их языке. Вторая задача, вторая цель, которую мы перед собой ставим – это, естественно, сама помощь. То есть мы хотим действительно оказать помощь ветеранам и сделать это не к 9 мая, а делать это постоянно. И поэтому проект «Женис» создавался как такая инициатива, которая будет работать круглогодично, постоянно. Это не разовый проект. То есть мы делаем это достаточно системно и долгосрочно. Руслан, скажите, пожалуйста, о задачах и вообще о роли волонтеров в этом проекте. Ну, тут очень важно подчеркнуть, что огромное количество людей, компаний присоединяются к нашему проекту по мере реализации наших акций. Ну, в первую очередь, да, волонтеры. Они действительно помогают, они присоединяются к нам во всех городах. Они помогают, ну, в частности, раздавать устройства, мобильные устройства, оснащенные тревожной кнопкой. Это в рамках одной акции под названием «Линия жизни». Это все в рамках большого проекта «Женис». То есть волонтеры присоединяются, помогают. Мы задействуем ребят с университетов. Просто люди к нам пишут, звонят, берут контакты на сайте и предлагают свою помощь. Второе, конечно, это то, что волонтеры есть и среди компаний. Есть компании, которые говорят, мы тоже хотим помочь, поучаствовать в проекте. Можем оказать такую-то помощь. Ну, там, в частности, есть компании, которые тоже предоставили свой автотранспорт в регионах. В рамках нашего проекта мы делаем одну очень уникальную вещь. Ну, на наш взгляд, она вообще-то там эксклюзивная такая. Это формирование карты нужд. То есть мы знаем, что у Министерства здравоохранения, у Акиматов, у работников, соцработников, у них есть данные о том, в чем конкретно нуждаются наши ветераны. Но, тем не менее, мы эту работу сейчас проделываем самостоятельно, независимо, формируем эту карту нужд и заодно уделяем достаточно много времени каждому ветерану. Мы же физически заходим к ним домой, мы с ними разговариваем. Мы пытаемся выяснить, в чем действительно у них есть потребность, нужда. И зачастую это такие очень интересные вещи, что это не всегда деньги, не всегда лекарства, не всегда какая-то материальная помощь. Иногда это просто внимание, иногда это просто какие-то маленькие бытовые вопросы. Как найти мастера, который может прийти, отремонтировать что-то. Ну, то есть они уже настолько сейчас чувствуют себя одинокими, что... Ну, вы же понимаете, да, средний возраст ветеранов 92 года сейчас. Поэтому мы приходим в дом и стараемся принести вот частичку позитива, счастья и как-то уделить им внимание, поговорить с ними. Некоторые ветераны очень отзывчивые, очень пытаются нас сразу угощать, накормить. Ну, то есть такое есть, это смешно. Хотя мы приходим к ним в дом, чтобы помочь им, но получается, что они пытаются как-то ответить взаимностью. Ну, такая вот эта вот человечность, вот эта теплота, она происходит везде. А как они реагируют вообще на вот предложение то же самое, например, поделиться воспоминаниями, рассказать? В целом, все происходит очень хорошо. Вы должны понимать, что, к сожалению, большая часть, не большая, а вот именно большая часть ветеранов, это люди, которые достаточно уже в тяжелом положении, состоянии. Они болеют, им тяжело разговаривать, кто-то не слышит, кто-то не видит. И поэтому с такой категорией людей сложно вот именно вести такие образовательные беседы или там светские разговоры, то есть с ними тяжело. Мы стараемся просто не беспокоить их очень сильно, а именно выявить те самые потребности и их проблемы для того, чтобы решить эти вопросы. А вот дальше есть другая категория людей, которые очень бодренькие, которые абсолютно в здравом уме и которые с удовольствием делятся этой информацией. И делятся охотно. Показывают фотографии, показывают свои ордена, показывают письма с фронта. Это, кстати, такая идея у нас возникла, когда мы увидели у некоторых бабушек письма с фронта, когда их мужчины писали им любовные письма, ну, как любовные, признавались любви, говорили, мы вернемся, мы здесь, мы все делаем ради тебя. И это очень было трогательно. И так родилась, кстати, одна из наших дополнительных акций. Мы назвали ее «Письма с фронта» и привлекли огромное количество звезд. Ну, выстроилась огромная очередь людей, которые сказали, мы с удовольствием это сделаем, там в том числе и Роза Румбаева, Нурлана, там огромное количество людей. И они читают эти письма с фронта, читают на камеру и не скрывают свои эмоции, потому что где-то хочется плакать, где-то улыбка на лице открывается. И это все очень красиво. И в то же время мы преследуем как раз-таки вот здесь цель добиться максимального распространения этих видео, коротких видеороликов среди молодого поколения, для того, чтобы люди вообще просто обратили внимание, что у нас есть эти ветераны, надо помнить о них, надо ценить, надо поддерживать их, что они тоже переживали искренние и настоящие чувства любви, дружбы, сострадания, и что они очень такие человечные. Это наши люди, не надо про них забывать. Ну, у нас есть несколько фрагментов тех самых писем с фронта, которые читают наши казахстанские звезды. Давайте посмотрим. Март 1943 года. Мои родные, может так случиться, что это последнее мое письмо. Так жалко, что давно от вас не было весточки. Надеюсь, хоть мои конвертики к вам доходили. Расскажу все по порядку. Раньше я уже писала, что нас опять отправляют туда, где идут затяжные бои. Мишку видела всего один раз, но какая была радость встретить родного человека вдали от дома. Он настоящий герой. Их взвод отправился дальше, на территорию, занятую немцами. Март 1945 года. Моя дорогая мама, пишу вам это письмо в надежде, что оно дойдет. Мы верим, что до победы остались считанные дни, и скоро мы с Пашей вернемся домой. Но война еще продолжается, и мы теряем своих друзей и товарищей. Пашка вчера совсем сник. Все-таки он младше меня и столько натерпелся. Я подбадриваю его, как могу. Мама, наверное, не надо вам писать об этом, но все же напишу. Позавчера мы заняли немецкий поселок, и солдаты начали рыть окопы. Я познакомился с замечательной девушкой из другого отряда. Невысокая, черноглазая девочка, 20 лет. Зовут Алия. Она представилась младшим сержантом медицинской службы. Мы как-то сразу подружились, и вскоре Алия показала мне письмо, которое написала своей матери. Эти полные надежды стройки до сих пор стоят у меня перед глазами. Милая мамочка, я вспоминаю тебе каждый день. Мама, я обещаю, что не погибну, я вернусь домой, обниму тебя и скажу о том, как сильно люблю. Руслан, ну это очень трогательно на самом деле. То есть вот эти эмоции, которые фронтовики испытывают и передают своим семьям. Руслан, такой вопрос. Ваш проект преследует еще и образовательные цели. Это передать знания о Великой Отечественной войне последующему поколению. Да, все верно. В рамках проекта создаются специальные образовательные карты в виде инфографики, где мы показываем хронологию войны, где мы показываем ключевые даты, причем основной фронт, тыловые события. Мы делаем большой акцент на то, что показываем это в достаточно яркой форме и стараемся это немножко анимировать, сделать так, чтобы это была такая занимательная история. Это все продвигается с помощью мобильной версии сайтов, социальных сетях. Социальные сети у нас очень активны. То есть люди, которые там пишут, они сочувствуют и критикуют где-то, говорят, здесь можно было бы по-другому сделать. И подсказывают. Расскажите, какие еще проекты есть? Есть проекты, которые... Мы, допустим, снимаем многосерийный фильм, который будет показываться в преддверии накануне 9 мая на одном истинбургском канале. Есть также программа «Народный герой», которая будет транслироваться тоже в эфире другого телеканала, где люди писали свои сочинения, эссе и какие-то варианты писем с фронта. То есть писали свои чувства, свои эмоции. И из этого конкурса сочинений, огромного количества материалов, выбирались герои, выбирались настоящие живые истории. И дальше их приглашают в студию, ну и с ними тоже работают. Руслан, а вы ведете какую-то динамику наблюдения? Как изменилось понимание людей, восприятие именно помощи, степень вот этой помощи? Ну, очень сложно это оценить. Мы бы хотели, конечно, это все делать. Я думаю, что мы сможем это отслеживать уже сейчас, в ближайшее время, когда мы объявили благотворительную акцию. То есть мы сейчас решили инициировать такой момент, что мы хотим предложить людям поучаствовать в помощи в прямом смысле под те виды нужд, которые мы собрали, которые мы... В карте. Да, в нашей карте. То есть если у нас есть категория ветеранов, которые нуждаются в ремонте жилья, пожалуйста, вы можете поучаствовать в этом. Для этого вы заходите на сайт, выбираете категорию, допустим, ремонт жилья, выбираете там способ оплаты и жертвуете свои деньги или какой-то другой способ. Ну, для этого и делается вот эта благотворительная акция, чтобы мы могли помочь адресно. Есть единичные случаи, когда говорят, ну, в социальных сетях сейчас применяют такой прием, показывают фотографию, там, неважно, ветерана, ребенка, еще кого-то, говорят, вот этот человек нуждается в помощи. И народ собирает деньги, средства, оказывает какую-то помощь. В нашем случае, да, это хорошо, это замечательно, но в нашем случае мы хотим подчеркнуть, что... А их около 5000 человек, участников Великой Отечественной войны. Так давайте поможем им всем. Их осталось не так много. По состоянию на 1 января их было 583 человека, сейчас уже 4700. То есть это по всему Казахстану? По всему Казахстану, да. То есть вы ведете статистику, вы ведете количество? Да, мы ведем эту статистику совместно с Республиканским общественным объединением, организацией ветеранов. И, конечно, благодаря Самрук Казана, который частично профинансировал эту акцию, мы понимаем, что мы можем помогать. Поэтому мы ведем этот учет, мы смотрим, сколько людей в чем нуждается. И, естественно, пытаемся сформировать конкретные виды помощи. Одно дело в городе помочь, а другое дело есть отдаленные части, отдаленные районные поселки. Это, во-первых, сумасшедшее, ну просто колоссальное расстояние, чтобы физически туда добраться. В этом есть просто труднопроходимые даже места. И поэтому мы, естественно, пытаемся до всех добраться. Я думаю, что к 9 мая мы охватим вот прям всех 4700 человек. Спасибо вам большое, Руслан, за то, что вы нашли время, пришли в гости. Спасибо вам за вашу деятельность, на самом деле, очень нужную, очень полезную. Ну, лично меня вы вдохновили сегодня. Спасибо большое. Дорогие друзья, напоминаем, что гостем программы Кайр Латан сегодня был руководитель благотворительного проекта ЖМС Руслан Жемков. На этом эфир подошел к концу. Мы, Азамат Ашимов и Анар Рзаева, не прощаемся, а говорим до свидания. Смотрите нас завтра в это же время в эфире телеканала Балем Жанем Адиньет. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!